В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе продолжается краткосрочная трехлетняя программа по капитальному ремонту многоквартирных домов. Выполняется обрамление оконных проемов и непосредственно монтаж панелей. Более 400 тысяч цветов будут украшать улицы муниципалитета этим летом. Высаживаем хризантемы, мультифлора, астры, веронику, синюю остильбу, аренца. В спортивно-оздоровительном центре «Дельфин» поселка Развилка состоялось первенство Ленинского городского округа по плаванию. Все жители, все, кто хочет принимать участие, те, кто плавает, ведут здоровый образ жизни, они ждут этих соревнований. В Ленинском городском округе продолжается краткосрочная трехлетняя программа по капитальному ремонту многоквартирных домов. В ее рамках меняется устаревшее лифтовое оборудование, ремонтируются фасады, крыши, производится замена инженерных коммуникаций. О том, где ремонт уже завершился и какие дома войдут в план на текущий год, расскажет Юлия Погасьян. Более ста многоквартирных домов в Ленинском городском округе отремонтируют в период с 2020 по 2022 годы. Программа капитального ремонта в Московской области реализуется уже семь лет и за это время показала свою эффективность. На многих улицах старой части Видного капитальный ремонт уже завершен. Город сильно преобразился. Дома оделали цветными панелями, которые радуют глаза жителей и согревают теплом квартиры собственников. Люди почувствовали этой зимой, что в квартирах стало тепло. Во-вторых, это, конечно, и внешний вид. До этого были панельные дома, где швы, и их необходимо было постоянно каждые пять лет делать. Сейчас термолент, он рассчитан гарантийный срок на 50 лет. То есть люди забудут сейчас об этой проблеме. Им, соответственно, покрыли крыши после этого, заменили входные группы и сделали отмостки. Похожий ремонт сейчас идет и на проспекте Ленинского комсомола, 37. Рабочие уже обнесли дом строительными лесами, натянули сетку и приступили к утеплению. Выполняется обрамление оконных проемов и непосредственно монтаж панелей. До третьего этажа панели будут голубого цвета, выше бежевого и до самого верха бежевый. По графику производства работ мы заканчиваем работу все под ключ 31 августа. На 2021 год у генерального подрядчика грандиозные планы. Сейчас масштабные работы ведутся в Видном на проспекте Ленинского комсомола, улицах Садовая и Советская. В капитальный ремонт входят замены инженерных коммуникаций и лифтов, что находятся в эксплуатации более 25 лет, ремонт фасадов и кровли. Чтобы попасть в план капитального ремонта, мы смотрим на год постройки квартирного дома, на платежную дисциплину жителей, конечно, если они хорошо платят, они в приоритете. Ну и необходимо жителям провести общее собрание собственников и обратиться в свою управляющую компанию. Этого достаточно. На этом капитальный ремонт многоквартирных домов в Ленинском городском округе не закончится. По завершению этой трехлетней программы администрация муниципалитета определит новый перечень домов и разыграет тендер на их ремонт. Таким образом, все нуждающиеся в обновлении жилые строения преобразятся. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ульга Садовская, Вид.НТВ. В Ленинском городском округе активно ведутся работы по цветочному оформлению улиц. Их проводят сотрудники муниципального бюджетного учреждения Дорсервис. Наша съемочная группа встретилась со специалистами и узнала, какие растения будут украшать город этим летом. Цветы – одно из главных летних украшений города. Уже сейчас на улицах Видного появились многочисленные разноцветные клумбы. А всего в Ленинском городском округе будет высажено около 400 тысяч единиц посадочного материала. Специалисты Дорсервиса готовят растения к весеннему озеленению улиц еще задолго до того, как городские клумбы начинают радовать жителей яркими красками. Например, луковичные – это нарциссы и тюльпаны – сажают осенью. Именно эти цветы на Советской площади возле здания администрации особенно полюбились видновчанам. Красиво, шикарные тюльпаны. Мне нравятся. Я прям любуюсь. И везде по всему городу мне очень нравится. Красиво. Как объясняет ландшафтный архитектор Мария Рябинина, работа по созданию цветников очень трудоемкая и включает в себя целый поэтапный комплекс. Сейчас озеленители оформляют участок на пересечении улиц Школьной и Советской. Здесь совсем недавно прошла реконструкция дороги. Здесь мы высаживаем многолетние культуры, в частности туи, можжевельники, множество многолетних цветов, которые не требуют высадки, выкопки. В конце года высаживаем хризантемы, мультифлора, астры, веронику, синюю остильбу, аренца. Мария рассказывает, что на создание одной клумбы может уйти целый день. Сначала нужно провести подготовительные работы – перекопать, обработать, разровнять и только потом сажать цветы. Анатолий Галкин уже более 15 лет в сфере благоустройства и знает все тонкости высадки растений. Сложнее сажать, конечно, на однолетние, они требуют больше ухода, полива, опять же, зависит от погоды. То есть, если бы солнце, они могут подгореть, если поливать во время, когда солнце печет, поливать над вечером. Многолетние, они, конечно, проще в уходе. Над городскими цветниками трудится бригада из семи озеленителей. Все они проходят специальную подготовку. Потому что у каждого растения определенный шаг посадки. То есть, у многолеток он один, у однолеток он другой, у виолы он третий. И у тюльпанов, соответственно, совершенно другой. Поэтому это все рассказывается, показывается в натуре. То есть, не просто так люди вышли с улицы и начали сажать. Как обещают сотрудники Дорсервиса, весь цветочный сезон с весны до осени Видновчан ждет настоящее буйство красок на городских улицах. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. На официальном сайте федерального проекта формирования комфортной городской среды проходит голосование за благоустройство общественных территорий. В Ленинском городском округе предлагается выбрать одну из четырех зеленых зон. Какие именно общественные территории участвуют в голосовании и что об этом думают жители, расскажет Екатерина Борисова. Голосование по выбору общественных территорий и дизайн проектов благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды стартовало еще в конце апреля. В нем участвуют 57 муниципальных образований Московской области, в том числе и Ленинский городской округ. Жителям муниципалитета предлагается проголосовать за один из четырех вариантов. Лидер голосования на данный момент – набережная Малого Тарычевского пруда. Это излюбленное место отдыха местных жителей. Но вот состояние зеленой зоны далеко от идеала. Горы мусора, отсутствие освещения и благоустроенных мест отдыха – вот чем славится набережная на данный момент. По многочисленным просьбам жителей для этой территории уже разработана архитектурно-планировочная концепция благоустройства. Здесь планируется создать несколько зон отдыха – прогулочную, тихую, спортивную и игровую. В случае победы концепцию планируется реализовать уже в 2022 году. Все опрошенные нами жители с нетерпением ждут благоустройства. Я видела проект, все то, что в нем было. Это было, ну как бы, и мост парящий, и детские площадки, и, ну, расширить зону, где бы могли люди посидеть, возможно, где какое-то кафе. Котамаранчики можно запустить. А еще какие есть идеи? Как вот, что вы хотели бы тут видеть? Да не знаю. Какую-то зону отдыха, потому что, ну, как-то здесь не все цивилизовано. Может быть, если здесь будет благоустроено, может быть, не так будут мусорить. На втором месте голосования с большим отрывом от лидера – сквер 80-летия Ленинского района около центра «Мои документы» на улице Школьной. Здесь планируется обустроить зоны отдыха с заменой малых архитектурных форм, провести озеленение и ремонт пешеходно-тропиночной сети. Впрочем, мнение жителей по вопросу, нуждается ли эта территория благоустройства, разделились. В принципе, нормально все. Ну, не знаю, я здесь не гуляю, поэтому мне все равно. Конечно, нужно. Брусчатка не нравится. То есть, можно, в общем-то… Ну, конечно, посмотрите на перила, посмотрите, вот, покажите. Они не покрашены, или они покрашены надлежащим образом. Ну, минимально где-то вот поползла плитка, вот, поправить ее, наверное, и все. На третьем и четвертом места голосования, соответственно, бульвар «Завидная аллея», соединяющий микрорайоны Южная Видная и Березовая роща, и сквер 50-летия города Видное на пересечении улицы Советской с проспектом Ленинского комсомола. Здесь мнение жителей также разделились. В принципе, можно было бы, конечно, заменить лавочки, как-то его благоустроить, потому что уже, как бы, лавочки уже непригодные, некрасивые, как-то неприлично уже, в принципе. Смотрится город-то вроде красивый, а парк выглядит не совсем хорошо. Можно было бы немножечко его благоустроить. Хорошо, что он еще сохранился и есть, это очень здорово. Но можно было бы побольше цветов, вот однажды было, вот года два, наверное, назад было. Тут очень много было бегоний, так красиво, необыкновенно. Здесь, где вы находитесь, здесь, по-моему, ничего не надо. Я просто не вижу. Вы тоже можете принять участие в формировании комфортной городской среды, проголосовав на сайте проекта за один из четырех вариантов. Отдать свой голос можно до 30 мая. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сегодня в нашу студию мы пригласили детского невролога Дмитрия Кузьмина. Тема нашей сегодняшней беседы – головные боли у детей. Дмитрий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Действительно, дети школьного возраста очень часто жалуются на то, что болит голова. Можете рассказать вообще, в чем причины? Да, действительно, головные боли у детей занимают наиболее частые жалобы при обращении к неврологу. Часто обращаются дети уже школьного возраста. И причинами головной боли могут быть стресс, который они испытывают в школе. Второе – это когда принимают в пищу специальные продукты, содержащие кофе, кофеин, сыры, которые могут провоцировать головную боль, недоедание и вообще врожденные вещи, когда есть слабые сосудистые стеночки. Вообще, головные боли требуются подразделять на первичные головные боли, к которым относятся мигрень и головное боль напряжения. И вторичные головные боли, которые могут быть на фоне каких-то текучих заболеваний. На фоне простудных заболеваний, на фоне перенесенных череп-мозговых травм. И уже на фоне каких-то уже локальных текущих неврологических процессов. Это уже как аневризма головного мозга и прочие-прочие процессы. Какие обследования нужно пройти? Из обследований, стандарт обследования входит первое. Это осмотр офтальмолога с описанием глазного дна, на котором мы сможем посмотреть диск зрительного нерва, какие сосуды, насколько они сужены, насколько они расширены. Второй этап обследования. Это уже чисто наш неврологический осмотр, выявление этиологических факторов, выявление моментов, которые могут усугублять головную боль. И третий момент уже, и когда головная боль несет сильный характер, это уже направление на обследование. Или стационар, или жена по клинической обследованию, которую мы можем сделать в условиях детской поликлиники. Это ультразвуковое исследование сосудов головы и шеи. И как завершающее обследование, это уже МРТ головного мозга. Дмитрий Иванович, какие советы Вы можете дать родителям по профилактике головных болей у детей? По профилактике головных болей, прежде всего, чтобы дети соблюдали режимы дня и отдыха. Прежде всего, как можно меньше перенапрягали зрение. Потому что за счет перенапряжения зрения идет перенапряжение мышц и спазм сосудов головного мозга, что инициирует в дальнейшем развитие генерализованного вазоспазма и инициирование головных болей. И, прежде всего, за запрет на такие вещи, как длительное использование телефонов, чтобы был регулярный сон и были хотя бы прогулки. Потому что, в связи с тем, что мы сейчас все с Вами работаем и живем в ковидную эпоху, все дети мало гуляют и находятся постоянно то в телефоне, то в компьютере, и никто даже не выходит, не гуляет. То есть вечером, перед сном обязательно прогулка или хотя бы проветривание комнаты. И если возникает вопрос у родителей, что вот начались головные боли, нужно, прежде всего, проанализировать, какой режим у ребенка, насколько ребенок перегружен учебой, есть ли какие-то другие факторы, которые вызывают головную боль. Потому что головная боль – это первый такой флажочек того, что что-то не то, что-то происходит с ребенком. Не то, что могло бы быть. И часто, когда приходят пациенты, первым вопросом, когда задаю, что, вызывает у вас головную боль. Стресс, нежелание идти в школу, нежелание что-то выполнять. Поэтому, чем больше ребенок будет отдыхать, тем быстрее будет все восстановление происходить. Спасибо большое, Дмитрий Иванович, за информацию. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был детский невролог Дмитрий Кузьмин. В муниципалитете продолжает набирать обороты прививочная кампания против коронавируса. Более 16 тысяч человек уже прошли вакцинацию. Медики проводят разъяснительную работу с трудовыми коллективами по возникающим вопросам. Во Дворце культуры «Видное» прошла встреча с работниками администрации городского округа и территориальных отделов. Подробности в нашем репортаже. С каждым днем в Ленинском городском округе защищенных от коронавируса людей становится все больше. И это дает надежду на то, что будущей осенью жителям муниципалитета все-таки удастся избежать очередной волны заболевания. Прививка от этой опасной инфекции формирует устойчивый иммунитет. В Видновской районной клинической больнице в наличии есть три вакцины. Спутник ВИК, как раз это гам-ковид-вак, и пивак-корона, и кови-вак, но она, к сожалению, уже быстро закончилась. Она поступает очень маленькими дозами и поступает только в Московскую область. Встреча заведующего в Володарской амбулатории Тимура Осанова с работниками администрации округа была посвящена актуальным вопросам, которые все чаще возникают у тех, кто хотел бы сделать прививку, но пока колеблется. Врач-терапевт считает, что единственной защитой от тяжелых осложнений является вакцинация. Вакцинироваться можно, если вы подаете заявку в домашних условиях. Мобильные комплексы выезжают в СНТ, ДНТ, коттеджные поселки. Также в каждом структурном подразделении, в каждой амбулатории и поликлинике, Видновской районной клинической больнице можно провакцинироваться двумя вакцинами. Также сделать прививку можно в МФЦ и торговых центрах. Всего по округу открыто 13 пунктов, где вводят двухфазные вакцины, гам-ковид-вак и эпивак-корона. Право каждого, прививаться или нет, но нужно понимать, какие есть осложнения от заболевания и ставить в приоритет, конечно, профилактику. Инфекционист Ольга Нинастина дополнила выступление коллеги и рассказала, в чем разница ранних антител и тех, что вырабатываются после введения вакцины. А также ответила на все интересующие вопросы. Какие последствия нормальные, допустимые? Потому что мы услышали, что нету там смертей, нету шока анфилактического. Но у всех у нас, вот здесь присутствующих, наверное, есть такие страшилки от наших товарищей и друзей, что что-то плохо стало. Вся реакция может сохраняться в течение трех дней. Это может быть ломота в суставах, в мышцах, температура, которая повышается до 40 градусов. То есть все это симптоматическое лечение. То есть вы можете смело принимать какие-то нестероидные препараты, то есть от температуры, то есть все по симптоматике. И в течение двух-трех дней все симптомы должны пройти. Кроме того, сотрудников администрации интересовало, какие сейчас существуют вакцины от ковида, ждать ли последствия прививки и какой срок действия прививочного сертификата. Галина Житкова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В спортивно-оздоровительном центре «Дельфин» поселка Развилка состоялось первенство Ленинского городского округа по плаванию. Доказывать свое превосходство в воде заявили около 120 человек. Соревнования Ленинского городского округа по плаванию проводятся около 25 лет. Спортсменам предстояло преодолеть дистанцию 50 метров вольным стилем. В основном участие принимали дети. Все жители, те, кто хочет принимать участие, те, кто плавает, ведут здоровый образ жизни, они ждут этих соревнований и приходят. В основном это самые активные. Это Развилка, совхоз, Видное, конечно. Ну и приезжают с Молокова, с город Ленинский. Виктория Таранникова занимается плаванием около шести лет. Несмотря на волнение перед заплывом, она показала хорошие результаты и заняла первое место в открытом первенстве по плаванию в своей возрастной категории. Но сама Виктория призналась, ей еще есть куда стремиться. Я сейчас показала 30,6. Как я уже была в полиции, когда мы пойдем плохо. Хотелось бы за 29. Почему? Многие из пловцов улучшили свои результаты. Ребята получили кубки и памятные медали участников. А юным спортсменам есть на кого равняться. Сейчас бывшие воспитанники «Дельфины» Евгений Рылов и Иван Гирев отстаивают честь нашей страны на чемпионате Европы в Будапеште. А совсем скоро отправятся на Олимпиаду в Токио. Виктория Кашиняну, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok